Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в видео «Спросите у Татьяны». В этих видео я отвечаю на ваши вопросы о грамматике и лексике русского языка. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. И если вы не всё понимаете, вы можете включить автоматические субтитры. Я говорю медленно, поэтому они работают очень хорошо. Большое спасибо, что слушаете мои подкасты. Вас уже 10 тысяч на сайте. Вау! Это супер! И что вы смотрите мой канал. Подписывайтесь, пожалуйста. Сегодня наша тема – это два слова. Одно слово и одно выражение. Выражение – это несколько слов. Это ещё и до сих пор. Ещё и до сих пор. Когда мы говорим до сих пор, когда мы говорим ещё. Эти два слова, мы их используем, когда что-то началось в прошлом, уже началось, и это ещё сейчас. Это продолжается сейчас. Ещё и до сих пор. Какая разница? Опять, это синонимы. В принципе, это синонимы, но есть маленькая разница. Вы знаете, например, ещё мы можем сказать «Я ещё учусь». Это значит, что я начала учиться в прошлом, может быть, три года назад, и сейчас это продолжается. «Я ещё учусь». Я до сих пор учусь, мы тоже можем сказать это, но какая разница? Хорошо. До сих пор, до сих пор у нас есть эмоциональный нюанс. Это значит, что мы думаем, что это долго. Ещё это более нейтрально. До сих пор есть идея, что я думаю субъективно, что это долго. Например, мы можем сказать «Они вместе уже 50 лет, а она до сих пор не помнит, когда у него день рождения». «Они вместе уже 50 лет, а она до сих пор не помнит, когда у него день рождения». Это значит, что нам кажется, что «Вау, это долгий период, и за это время, в принципе, можно запомнить, когда день рождения у человека». То есть до сих пор есть эмоция, обычно негативная, но может быть также позитивная. Например, Виктор Цой умер, но в России его до сих пор помнят и любят. Виктор Цой – это русский рок-певец, советский, я думаю, да, даже советский рок-певец. И он умер, но ещё сегодня люди его помнят и любят. То есть я хочу сказать, что «Вау, это долгий период, но люди любят его, это моя эмоция до сих пор». Другой пример, мы можем сказать, ему 30 лет, а он до сих пор живёт с родителями. Например, я видела в интернете, девушка пишет «Я познакомилась с молодым человеком, он такой хороший, но до сих пор живёт с родителями». Это значит, что для неё это долгий период, 30 лет с родителями – это долго. То есть до сих пор есть эмоция и есть идея, что это очень долго. Ещё это более нейтрально. И ещё есть тоже идея количества. То есть количество – это много или немного. Например, мы можем сказать «Я ещё там работаю, но на неполную ставку». «Неполная ставка» – это значит, вы не работаете 100%, вы не работаете, может быть, 5 дней, вы работаете 2 дня. Это неполная ставка. То есть иногда, иногда, не всегда, но иногда ещё есть идея количества. Или, например, «Я ещё изучаю испанский, но только полчаса в неделю». Например, это неправда, но «Я ещё изучаю испанский, но полчаса в неделю». Это значит, акцент, что это немного. Или, наоборот, мы можем сказать «Я была в Японии 2 года назад, но у меня до сих пор осталась любовь и страсть к этой стране». То есть 2 года уже я была, но до сих пор у меня остался интерес. Но 2 года – это не очень долго. Я надеюсь, что я скоро снова поеду в Японию. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы поняли. До сих пор и ещё это синонимы, но до сих пор есть идея, что это долгий период. Есть идея эмоций, негативных или позитивных. Напишите пример в комментариях. Я обязательно исправлю, то есть буду корректировать. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь. Слушайте мои подкасты. Вступайте в клуб «Русская дача», чтобы получать видео и подкасты каждые 5 дней. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Пока! 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 Субтитры подогнал «Симон»!